Ну, если мы смотрим в Библии, в Библии вообще, если даже от рождения церкви, когда вторая глава говорит Диане, что люди, они постоянно были в общении, они постоянно были в храме. Например, евреям написано, что не оставляйте собрания, как есть у некоторых обычаях. Библия показывает, что из среды своих Бог избирал служителей. То есть, если мы смотрим, настолько важно не понимание где-то в мыслях, что я же с телом, я же с церковью, а нужно и физически находиться с народом Божиим, с церковью в определенные дни, в определенных служениях. Потому что, если мы не избираем вот такой путь постоянного искания, постоянной жертвы для общительности, постоянного такого посвящения, даже занятого своего, может быть, времени, каких-то дел, мы осознанно выделяем это время, мы жертвуем, мы приходим, то Бог, мы никто не знаем, что, во-первых, будет проповедовать. Например, если мы выбираем проповедников, мы выбираем, мы уже можем тематику знать, и не понравился этот проповедник выключить, а здесь нет. Я прихожу и начинаю слушать, перед этим я молился, перед этим я просил Бога, чтобы Бог говорил, и Бог начинает говорить то, что, может, мне даже не нравится, то, что я, может быть, бы и не желал слушать, но именно это нужно мне для моего выздоровления, для моей христианской вот такой целостности. Поэтому общение, которое Бог определил, и служение, которое Бог определил, они ничем не заменимы. Нельзя вообще христианство без реального общения, без реальных служений, это уже отступничество. Человек, который игнорирует, который не следует вот этому пониманию, которое первоначально заложено, он даже не понимает, что он уже делает шаг к отступничеству, и в конечном результате он думает, что он с Богом, что он с народом Божиим, а он уже отступил, он уже вне. Поэтому, на мой взгляд, это библейское фундаментальное понимание, чтобы ежедневно, еженедельно участвовать в жизни церкви, физически находясь в этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok